Всем привет, с вами Bossman22, и сегодня я делаю вторую часть моего проекта История серии игр. И сегодня я продолжу говорить об истории создания Half-Life 1. Сегодня я завершу Half-Life 1, и далее будет уже скорее всего Half-Life 2, а потом уже... Какие игры захотите уже? Посмотрим далее. Итак, начнём. Являясь шутером от первого лица, игра представляет игровой мир из глав главного героя. Игровой процесс не разделён на миссии или этапы, поэтому действие является непрерывным и передвижением по целостным локациям, лишь технически разделённым на карты. Хотя где-то в середине игры гордо наслушают солдаты Нессу, и он приходит в себя уже в другой локации. Все карты линейны и, как правило, предполагают единственный возможный путь для прохождения. Большую часть времени, как и в любом другом шутере, игроку предстоит отстреливаться от врагов. Степень жизнеспособности игрока определяется показателем здоровья и уровнем зарядки защитного костюма. Оба показателя можно восполнить несколькими способами, например, подбирая разбросанные по карте батареи и аптечки. Или пользуясь стационарными зарядными устройствами. В любое время игроку доступны загрузки и сохранения. Характерной особенностью геймплея Half-Life является постоянное взаимодействие игрока с окружающей средой. Например, игрок может пододвинуть ящик, чтобы добраться на нужную высоту. Или набросать в воду легких бочек, чтобы перебраться на противоположный берег. На основе интерактивности окружения построено множество головоломок, которые могут потребовать от игрока сообразительности. Другое проявление интерактивности окружения – возможность использования стационарного оружия, такого как оставленный в комплексе танк или пулемет. Другой пример использования нестандартного оружия – вызов удар со спутника к противнику при помощи задания оцеленной электронной карте. В качестве транспортного средства выступает вагонетка, поездка на которой посвящена целая глава. Особым элементом геймплея являются так называемые джамп-пазлы. Игроку приходилось прыгать по платформе, корректируя в полете дальности и направления прыжка. Джамп-пазлы достигли своего апогея в главе с Зен, где игрок прыгает на огромные расстояния полетающим островкам мира чужих. При уменьшенной гравитации смодлен длинных прыжков на костюме. После того, как эксперимент с порталом пошел по незапланированному пути, исследовательский центр Черной Мезе был наводнём большим количеством разнообразных жизненных форм. Некоторые из них начнут атаковать, как увидят. Другие не проявят агрессию, пока не тронутся. Третьи могут встать на сторону игрока. Персонажи, встречаемые в игре Half-Life, можно разделить на следующей категории. Враги пришельцев из пограничного мира Зен. В их число относятся такие монстры, как Хэткрабы, Зомбированные ими Люди, Вартигонты, Хаундай, Барнаклы, Уз, Уиды, Тентакли, Грагатюна, Снарки, Тиазавры, Фиявки, Эльенгранты, Контроллеры, Ганарч, Микеланд. Также у пришельцев есть лазерная пушка, но она встречается всего один раз в главе с Забудьте о Фримене. Правительственные силы, прибывшие в Черную Мезу для уничтожения из-за последствий катастрофы и всех ее свидетелей. К их числу относят профессиональных солдат из спецподразделения НЭЦУ и тренировательных убийц, черных оперативников. Также солдаты НЭЦУ располагают большим арсеналом станкового оружия и военной техники, как наземной, так и воздушной. Они начинают сразу атаковать врага, если заметят его. Некоторые активируются, если задеть луч красного лазера или подойти в флотную. В Черной Мезе тоже есть пулеметные установки. Они начинают атаковать врага, если заметят его. Некоторые активируются рычагом или убийством ученого и охранника. Гражданские лица – сотрудники центра, которые до катастрофы были коллегами Фримена, а после стали его союзниками. Охранники обеспечивают огневую поддержку и имеют доступ к закрытым для игрока помещениям. У ученых также есть определенный уровень допуска, позволяющий им делать доступными игроку помещения, пройдя сканирование сетчатки глаза. К тому же, если игрок сильно ранен, они могут подлечить его. Оружие, монтировка, лом, кваздодер. Обычно используются для того, чтобы расчищать путь, разбивая стекла или завалы из деревянных ящиков, которые мешают проходу. Также можно использовать против враждебно настроенных персонажей. Эффективен только на близком расстоянии против слабых врагов и барнажеров. Кроме того, монтировка является символом Гордона Фримена и игры Half-Life. Сдается в главе непредвиденные последствия. Пистолет Glock 17 обладает отличной точностью и наносит большие повреждения, чем выстрел с MP5. Однако пистолет не отличается высокой ска расстрельностью, что заставляет использовать его только против слабых целей, против хедкрабов и лазерных мин. В отличие от других типов оружия, пистолет может стрелять под водой. Основной режим атаки – один точный выстрел. Вторичный режим атаки позволяет стрелять очередью, но с меньшей точностью. Эффективен, если нужен выстрел и уничтожен неожиданно появившийся рядом врага. Дается там же Деймон Дерока. Револьвер имеет малую вместимость барабана, всего 6 патронов и долго перезаряжается. Тем не менее, является одним из лучших видов оружия в игре, так как обладает высокой точностью и высокой убойной силой, эффективностью схожей с арбалетом. Обычно применяется только в особых случаях. Из-за редко встречающихся патронов дается в конце головы реактивная шахта. Пистолет-пулемет или автомат MP5SD с подстойным гранатометом М203. Является часто использованным оружием, так как очень скорострелен и не дает врагу пить из себя вплоть до его смерти. Лучше всего подходит для стрельбы на малых и средних дистанциях. Имеет подстойный гранатомет. ПП и подстойный гранатомет чаще всего применяются при большом количестве нападающих. Используют те же патроны, что и пистолет, но менее точен. Пристребясь, сильно сбивается прицел. Дается в голове, мы встретили неприятеля. Дробовик, спас-12. Незаменимое оружие ближнего боя. Малоэффективен в дальнем бою. С увеличением расстояния урон сильно уменьшается. Чаще всего хватает одного выстрела для убийства сареньего противника. Возможная стрельба с двойным выстрелом. Очень долго перезаряжается. Впрочем, перезарядку можно прервать. Выстрел можно сделать, если хоть один патрон уже заряжен. Также эффективен против большого скопления врагов. Эффективен против солдат и черных оперативников на близком расстоянии. Но на тяжелом уровне сложности против солдат эффективный револьвер. Из-за часто встречающихся патронов может стать видом оружия в игре, наряду с пистолетом-пулеметом. Дается в голове офисный комплекс. Арбалет с оптическим прицелом. Черный охотничий арбалет с силой натяжения 113 кг. И скоростью полета стрелы более 110 метров в секунду. В стрелах арбалета содержится ампула с транквилизатором в одиночном режиме. Арбалет также обладает дополнительным креплением для оптического прицела. Один из самых ценных видов оружия. Стрел для которого также не хватает, как патронов для ее револьвера. Хорош при стрельбе из укрытия по удаленному невидящему игрока целям. Если стрелять без прицела, стрелы летят медленнее и при попадании взрываются в мультиплеере. Если стрелять, используя оптический прицел, стрела достигает цели и не взрывается. Аналог снайперской винтовки. Вполне применим также на средних и коротких дистанциях. При увеличении расстояния необходимо учитывать поправку на силу притяжения, то есть брать выше. Дается в голове мрачные предчувствия. Биологическое и инопланетное оружие. Ручной улей, мухомет, рука злого пришельца или муха. Уникальное оружие пришельцев из мира Зен. Это оружие биологического происхождения, боеприпасы к которому со временем пополняются. Два режима стрельбы. Поиск с живой целью, стрельба в плотную очередь по прямой. Минус оружия в том, что магазин вмещает 8 мух. А после стрельбы заряд восстанавливается относительно медленно. Является живым организмом, непрерывно воспроизводящим свои пули мухи. При определенной сноровке вполне заменяет обычное оружие, что является преимуществом там, где встречаются малые боеприпасы. Дается в голове поверхностное натяжение. РПГ. Многоразовый дух. Зарядный реактивный гранатомет. Великолепное оружие против различной техники и большого скопления врагов. Два режима стрельбы. Посыл неуправляемого снаряда. Можно выстрелить и спрятаться за укрытие. И возможно включение лазерного наведения, при котором ракета выстреляется туда, где находится точка лазерного прицела. Но в этом случае ракету нужно держать в поле зрения. Вести до цели. Например, если она двигается. По дополнению к Half-Life режим лазерного наведения является основным неотключателем. Дается в голове поверхностное натяжение. Клановый разрушитель. Леон. Секретная разработка правительства. Оружие испускает сконцентрированные лучи энергии, которые разрушают молекулу тела. Другое имя. Орудие Гона. Леон получил честь лидера охотников за привидениями. Создатели протонных оружий, которые внешне сильно похожи на Леон. Также протонные оружия при атаке испускают такой же спиралеобразный луч. Кроме того, квантовый разрушитель. Одно из мощнейших оружий в игре. Недостаток этого оружия. Большой тосход энергии. Примерно 6 зарядов в секунду. Эффективен против сильных врагов и большого скопления слабых. За внешний миг и характерный издавание рук это оружие иногда называют пылесосом. Дается в игре в главе ядро лямбки. Тау-пушка с гауссовым ружьем и накопителем. Чего относится и эффектная разработка правительства. Стреляет Тау-лучами. Следует отметить, что обычная в научной фантастике под термином гауссового оружия имеет в виду совсем другое оружие. Оно стреляет снарядом на сгоняемом электромагнитном поле для 10 км в секунду. В результате чего любая броня для такого снаряда не является препятствием. Вкладает сильной отдачей. В альтернативном режиме происходит нагнетание энергии. Ружье заряжается, пока не будет опышен курок и стреляет лучом повышенной мощности. Чем дольше удерживалась клавиша, тем мощнее луч. Однако слишком долго удерживая клавишу, опасно для жизни. Ружье не удерживает надолго заряд и разряжается. На игрока ударом тока. Однако заряженным кучком можно насквозь пробивать стены, тем самым уничтожая невидимых врагов. Из одного выстрела вызывает любую бронетехнику. При попадании луча в препятствие возникает сноб искр, из-за чего толпушку русскоязычные игроки иногда называют сваркой. Дается в игре сомнительная этика. Ручная граната. Осколочная граната. Эффективна для быстрого устранения зеленых завалов на пути, а также большого устранения врагов. Однако солдаты Мессу и черные оперативники, убегая к гранату, могут попытаться убежать от нее. Дается угловение предвиденное обстоятельство. Лазерная мина, ловушка или растяжка. Мину, истекающийся лазерный луч, при пересечении которого происходит взрыв. Также она детонирует при выстреле у нее, произошедшем рядом взрыве или уничтожении основы. Например, если разлить монтировку деревянный ящик, к которому она прикреплена, произойдет взрыв. Мощность взрыва в полтора раза превышает мощность гранаты. Ее можно ставить как на стену, так и на разные гранаты, включая двери, ящик и даже пол. Большой плюс в том, что лазерные мины, вот, что враги ее заметить не могут. Однако солдаты могут случайно подорвать ее гранатой. Также с их помощью можно забираться на различные объекты. Дверь, установленная на ней лазерной мины, не открывается. Дается в голове энергия. Радиоуправляемый фугас. Пакет взрывчатки, оборудованный дистанционным взрывателем. Верок может бросить пакет и вручную взорвать бомбу. С пульта дистанционного управления. Стоит отметить, что при подгрузке уровня, а не на это происходит, не натеряйся. Точнее, она остается там, где была, но уже не взрывается с пульта. Первый движок, не сохраняясь в связи между бомбой и эротом, при подгрузке и следующей карте. При дистанционном подрыве они взорвутся одновременно. Мощность взрыва сравнима с обживым лазерным мины. Двугац действительно при большом сцеплении врагов, а также для минирования участков. В целом, малые используются в процессе игры, но неожиданно полезны в битве против Микеланта. Ее финальной части, в которой монстр открывает голову и больше ее не закрывает. Ммм, достаточно оттолкнувшись от упругой платформы, бросить все имеющиеся заряды, не меньше трех, в открытые отперстки, нажать на кнопку. Дается в голове железная дорога. Снарки, или по-другому клопы. Непонятная работа. Очень специфический тип оружия. Снарк – это мелкая внеземная форма жизни, похожая на крупных полутоянных шков, к примеру, с кулаком. Сключающие, если в основном, гнёты, по пять штук в каждом. Эффективным в бою только с надземными существами, при этом желательно находиться на некотором расстоянии от земли и набросать в окно так, чтобы они не смогли добраться до игрока. Единственный их минус – уничтожить свою цель, они принимают запускать любое стоящее по близким существам, включая и игрока. Натнимая при каждом укусе в 1% времени. Через определенное время, находясь в ней в места, взрываются. Даются в голове сомнительные этики. Сетевая игра Half-Life включает командный и одиночный безмахер режимов. В многопользовательском режиме были изменены некоторые параметры оружия для боевой балансированности и динамичности игры. В частности, была увеличена отдача того пушки. В 2001 году Half-Life была портирована на PlayStation 2 в усилении студии Geobox Software. Эта версия имела значительно улучшенные модели персонажей, оружия, дополненные и расширенные уровни. Также версия для PS2 имела возможность игры вдвоем и позже получила кооперативное дополнение, называемое Half-Life Dead Save, которое позволяло игрокам играть за двух женщин – ученых Доктора Кросс и Доктора Грин из Черной Мезы. Версии для Sega Druincoast и Apple Macintosh были вполне готовыми, но так и не увидели свет. Для работы над данным портом Valve и Sierra наняли Geobox Software. На ECTSS в 2000 году игра была показана для широкой публики, во вполне игральном варианте. Разработчики Рэнди Пичфорд и Брайан Мартел появились на выставке для раздачи интервью и представлений игры. Тем не менее, игра не была выпущена. Через год Sierra Online покажет порт для PlayStation 2 на E3 2001. Несмотря на то, что официальный данный порт не выходил, Римкост-версия все же просочилась в интернет. Она поставлялась вместе с полными версиями Half-Life и выше, обе с ранней версии High-GD Finishing Pack, HD-пакет, вышедший позже и улучшающий графику версии Hell. Порт представлял собой довольно недоработанный продукт с невысокой частотой кадров PPS и длинными частыми загрузками, около 20 секунд каждая. Самое страшное, некоторые проблемы с сохранением и недосмотру разработчиков, и игра адекватно сохраняется только на оригинальных картах памяти с экраном WMU. На прочих же чаще всего выводилась надпись «Игра неисписанная». Также игра при долгом прохождении иногда висит с ошибкой. Консоль поддерживала периферийным устройством, мыши и клавиатуры. Но если игрок пользовался геймпадом, игра включалась в игре в автопритягивание. Если враг оказывался рядом с прицелом игрока, то все автоматически наводилось и съединилось врагом, облегчаясь при льду. Игра не имела мультиплеера, и ограничения на стиле игроки не могли бы выключать кровавые отмешки. Также имелись интересные возможности использовать пароли. Из трех слов пользователь должен был составить различные фразы, например, «Отис любит DreamCost», «Отис лавд DreamCost», «Режим неуязвимостей», «Страх и гравитация», «Fear and Gravity», «Рейти в Зен», или «Барни идёт на работу», «Барни goes to work», пропустить скупление, выучить и начать игру. Несмотря на полную готовность к продаже, порт Half-Life для Macintosh был закрыт из-за несовместимости с Windows-версией мультиплеера. Создатели также поняли, что моды для ХК-версии Half-Life не подходит к Macintosh порту. Для оригинальных Half-Life были выпущены три дополнения от Jeerbox Software. Первый — это Half-Life Opusim Force в 1999 году. Второй — Half-Life Blue Shell в 2001 году. И последний — Half-Life Dead Sea в 2001 году. Opusim Force возвращала игрока в чёрную меру, но в этот раз игрок играл роль одного из спецназовцев, Адриана Шепарда, который гордым уничтожал на больших количествах в оригинальной игре. Аддон добавлял несколько новых видов оружия и моделей, и, конечно, новые карты и сюжет. Дополнение было меньше Half-Life — 11 глав против 18 в оригинале. Blue Shift давала возможность поиграть уже за охранника Чёрной Мезы. Барни Калхауна. Это дополнение было сделано как бонусная миссия в Dreamcast версии, а уже потом перекочевала на ПК. Blue Shift добавлял их Hedge Defension Park, улучшающий внешний вид Half-Life и Opusim Force. В частности, увеличивал количество полигонов в моделях и добавлял более качественные текстуры. Большой сравнительное небольшое дополнение по сравнению с Opusim Force. Dead Say дополнение предполагало кооперативную игру двух игроков, которые вместе сражались и разгадывали загадки. Раз в 3 сентября 2008 года группой украинских эндизиастов была выучена модификация, представляющая собой Force PlayStation 3 на ПК. В 2000 году был выпущен Half-Life Platinum Collection. Он включал Half-Life, Wonder Strike, Team Horde of Classic, Half-Life и Opusim Force. Позже, в 2002 году, сборник был переиздан с добавлением у него Half-Life Blue Shift. В 2005 году был выпущен новый сборник Half-Life антологии, содержащий Half-Life, два официального исполнения и Team Horde of Classic. Благодаря скрытой архитектуре движка Quake, позволяющей быстро изменять игровые параметры, поклонники игры создали большее количество модификаций. В них игроку предлагалось измененное оружие, новые враги и уровни, а также отдельные игры с собственным сюжетом, связанных с Half-Life только общими игровыми ресурсами. В общем, думаю, на этом стоит закончить про Half-Life, рассказывать. Я думаю, уже рассказал достаточно. Собственно, следующий ролик будет по Half-Life 2 уже. Надеюсь, вам было приятно смотреть его и интересно. В общем, спасибо вам всем за просмотр. С вами был Botsman22. Подписывайтесь на мои видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии, смотрите видео и отправляйте друзьям. Еще раз спасибо за просмотр. Всем спасибо. И пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok